Вошакий вождь, принявший неизбежные перемены Шашоны пересекают реку Альфред Якоб Миллер, Музей искусств Уолтерса Мой краснокожий брат Венету, вождь Апачей, и я возвращались из гостей у шашонов Наши друзья проводили нас до самой реки Бигхорн, где начинались земли у псароков, индейцев, вороны, а с ними шашоны были на тропе воины Мы потом продолжили путь все время на восток к горам Бигхорн, Моунтейнс и дальше до Блэкхилл, Скарлмай, пустыни и прерии Индейские войны Всегда так было и будет, что столкновение двух разных цивилизаций порождает конфликт, который прежде всего связан с культурным шоком Вот, к примеру, как вам такой забавный случай, о котором мне рассказала одна моя знакомая, что работает в Индии Поехала она как-то на работу на Виларикше А тут пробка, все встали, и самое плохое, что рядом с ними остановился слон И начал тут же облегчаться И стало из него шлипаться на мостовую А водитель Виларикше достал фанерку, опытный был, и начал госпожу с ее помощью от брызг закрыть Но, все равно на нее попало Ну и много там еще чего было Индийцы, угрожающие напасть на лодки торговцев мехами, музей искусств Уолтерса А теперь возьмем США эпохи освоения Дикого Запада С одной стороны, индийцы, до 1500 года занимавшиеся пешей, то есть очень трудной и малоуспешной, охотой на бизонов И было их относительно немного Но к 1700 году они овладели искусством верховой езды, получили от белых металлическую посуду И уже в 1800 году это был совершенно другой мир, где люди имели мясо в изобилии и Началось их взрывное размножение Теперь великие равнины стали местом обитания множества племен, которым именно лошадь белого человека помогла их освоить Вождь Вашаки, Национальный архив США Но наступило время, и в Америку хлынул поток переселенцев из Европы Они заплатили за переезд, они заплатили за землю, они тяжко трудились на фабриках, воевали в армии северян И вот наконец-то они, вчерашние крестьяне из Франции, Италии, Ирландии, Польши, Греции, получили там землю по закону о гамстедах Но какие-то индиенцы, голые грязные дикари им мешали Они сжигали их фермы, они мешали разрабатывать им золотые жилы, снимали с них скальпы Понятие толерантности в то время напрочь отсутствовало Дикарь был дикарь, о том, что он человек, никто даже и не помышлял Так что неудивительно, что по Дикому Западу прокатилась целая череда индейских войн Правопролитных и беспощадных, но естественных и неизбежных в то далекое время Индейцы считали себя хозяевами своей земли и не хотели менять привычный им образ жизни на цивилизацию белых И они были в своем праве Вот только понимать это люди стали лишь совсем недавно А в те годы право белого человека доминировало над правом всех остальных Однако и в то время среди индейцев находились умные люди, которые понимали, что меняться придется А для этого прежде всего следует перестать враждовать с бледнолицами И одним из них был вождь племени шашонов Вашаки Макосины восточных шашонов, около 1900 года, Музей Человека, Сандиева, Калифорния Макосины шашонов 1860-1880 годы ГГ, Музей обуви Батов Торонто, Антария, Канада Макосины шашонов 1895 годы ГГ, Музей обуви Батов Торонто, Антария, Канада Прежде всего о самих шашонах Сами себя они называли нымы или нывы, то есть люди Говорили на языке ют и ацтекской языковой семьи Но проживали совсем не в Мексике, а в районе большого бассейна гористой области Где расположены штаты Орегон, Айдаха, западный район штата Юта, большая часть Невады и Калифорнии Именно здесь расположено большое соленое озеро, берега которого стали прибежищем мормонов Шашоны неоднородны по своей культуре, а делятся на северных, западных и восточных Восточные были наиболее развитыми Их культура носила переходный характер От специфической культуры Большота Бассейна, культуры индейцев Великих Равнин Племена восточных шашонов были достаточно воинственными Во всяком случае они имели два военных союза Первый назывался Желтые Макушки В него входили молодые воины, которые первыми атаковали врага И второй – бревна, в которые входили опытные воины, подобные римским триариям Керамика шашонов Конец 19 века Клевленский музей искусств Вот и Вашаки, около 1804-1900 годы Являлся верховным вождем именно восточных шашонов Его отец был из племени Баннок, а мать была шашонкой из окрестностей реки Винт-Ривер Своё детство он провёл среди индейцев племени Флатхедов Плоскоголовых, кочевавших по земле в современного штату Монтана И только лишь после смерти отца вернулся к шашонам вместе со своей матерью Видимо, стараясь заслужить уважение соплеменников Которые из-за его происхождения, скорее всего, посматривали на него немного свысока Постоянно участвовал в боях против кроу и черноногих И приобрёл репутацию храброго воина О чём свидетельствовал и шрам отстрелы на его лице Мужские легинсы северных шашонов Национальный музей американских индейцев Вашингтон Парфлиш и северных шашон принадлежали ТОМО Облачный, Национальный музей американских индейцев Вашингтон Прошлое его забылось И в конце 1840-х годов Вашака стал у восточных шашонов верховным вождём То, что он был смел, очевидно Но у него хватило мудрости удержать своё клемя от участия в восстании у стальных шашонов Которые в 1863 году под руководством вождей покатило и медвежьего охотника Выступили против белых и серьёзно пострадали в итоге Он, напротив, старался дружить с белыми, особенно армейскими офицерами И эта дружба ему пригодилась, когда в 1865 году на шашонов напали их исконные враги Сиюдакота Тамагавк белого лебедя из племени Кроу Жил в 1851-1904 годах Монтана 1890 год Национальный музей американских индейцев Нью-Йорк Жизнь у индейцев была трудной, а главное, им постоянно приходилось воевать за удобные для охоты и выпаса лошадей районы Причём в этих стычках погибало очень много мужчин Так, где-то в 1856 году жестокая битва между племенем Вашаки и большой группой индейцев Кроу Произошла именно вследствие соперничества из-за охотничьих угодий Интересно, что свидетелем этого события стали белый мальчик по имени Илья Уилсон, который по стечению обстоятельств два года жил в семье вождя Вашаки В этой схватке, по его словам, погибло более 50 воинов-шашонов и 100 Кроу Рубашка индейца по имени Пятнистый Хвост Племя Дакота, 1823-1881 годы Национальный музей американских индейцев, Нью-Йорк Другое столкновение имело место в марте 1866 года, когда индейцы Кроу в главе с вождём «Большая тень» расположились вдоль реки Ветра И там же неподалёку оказалось и племя Вашаки Узнав о том, что Кроу рядом, он послал к ним для переговоров Направил свою жену и воина, которые передали вождю Кроу, что он рад их видеть Но предлагает охотиться дальше к востоку, раз уж они оказались на реке Ветра, принадлежавшую Шашонам Но вождь Кроу посчитал, все прямо как в повести Бернарда Шульца «Ошибка одинокого бизона» Что Кроу смелые воины, и, главное, их много, а Шашоны трусы и собаки Поэтому он приказал убить воина-парламентера, а с женой Вашаки передал ему, что они готовы сражаться Рисунок индейца по имени «Дождь на лице» Хунг Папа Дакота, около 1835-1905 годов Национальный музей американских индейцев, Нью-Йорк Шашонов и вправду было меньше, чем Кроу Поэтому Вашаки отправил гонца к Банноком, союзникам Шашонов Чей лагерь находился в нескольких милях южнее Банноки соединились со Шашонами, напали на лагерь Кроу и осадили их на холме Осада продолжалась пять дней, но ни нападавшим, ни обороняющимся никак не удавалось получить преимущество Стрелы индейцев Большота бассейна Калифорния, 1911-1915 годы Г.Г. Национальный музей американских индейцев, Нью-Йорк Силы Кроу были на исходе, и Большая тень решил вызвать вождя Вашаки на поединок, чтобы решить дело единоборством При этом они уговорились, что долина реки Ветра принадлежит победителю, но если он проиграет бой, то Кроу получают право уйти с миром Рубашка индейца племени ютов, около 1870-1880 годов Г.Г. Национальный музей американских индейцев, Нью-Йорк Расстояние между племенами было выбрано такое, чтобы никто не мог бы им не помочь, ни помещать А дальше все случилось так, как это было показано в кинофильме Венету Вождь Апачей, где Венету пришлось вот так же единоборствовать с вождем Каманчи и Большим Медведем Каждый вождь сел на своего любимого коня, вооружились копьями и щитами из кожи шеи быка Бизона, и бросились друг на друга, а Кроу и Шашоны в молчании за ними наблюдали Вот так они и выясняли отношения Кадр из кинофильма Сыновья Большой Медведицы В клубах пыли было трудно разглядеть, кто побеждает, но потом все увидели Вашаки, возвращавшегося к своему племени, и распростертован на земле вождя Кроу Причем Вашаки был настолько восхищен храбростью своего побежденного противника, что не стал снимать с него скальп, а вырезал его сердце и привез в свой лагерь, насадив на копье А потом, после того, как девушки Шашонки отплясали танец скальпов, он его съел, чтобы взять таким образом его мужество Ну а одна из захваченных женщин Кроу стала его женой Такие вот были в ту пору обычаи у индийцев Большота Бассейна и Прерий Продолжение следует